Всем привет, всем привет мои хорошие, вы дома, вы дома, спасибо что пришли, спасибо, я вас ждал. Разрешите вам продемонстрировать мою новую коллекцию, все скоро поступит в продажу, поэтому вы, мои миленькие, можете приходить, можете покупать, но это еще так же не все, если подумали то, что модельер Эдуардо только вот это для вас подготовил, миленькие мои, вы очень сильно ошибаетесь. Костянчик, Костян, Костянчик, подходи сюда, Костянчик, мы тебя ждем, Костичка, Костичка, заходи, миленький, сейчас Костянчик покажет вам переделанный мой второй мерч. Костянчик, койся ты дебил, ты что в трусах пришел, надень штаны, надень штаны, дебил. Не обращать внимания, это Костянчик наш, миленький, дорогой Костянчик. Костянчик, а это тоже мой мерч, обратите, развернись, Костянчик, развернись, развернись, повернись, 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 покажи, покажи им, Костянчик, мои мерчевые труселя, да, вы угадали, у меня так же будет свой мерч трусов. Ты меня подставляешь, Костя, конечно, да, но это еще так же не все, вы можете заметить, переделанную вторую коллекцию, вы только посмотрите на этот сладенький пирожочек, видите, какая хорошая коллекция, да, Костянчик, покрутись, покрутись, Костичка, покажи больше трусы, трусы тоже можете покупать, трусы, конечно, у нас в разработке не были, Костян подставил, трусы тоже будут, трусы тоже будут, Костя, стань здесь, стань, миленький мой, стань сюда, хороший мой, дебил. Дебил, дебил, ты что делаешь с этими трусами, ты где штаны просрал, где штаны, опять пропил. Если у вас есть вопросы, мои дорогие, задавайте по очереди, задавайте, у вас есть что спросить, как скоро выйдет ваша коллекция, ну, так же скоро, как Костя найдет свои штаны, вот, вот, сразу же, сразу же выйдет, вот, буквально уже на днях, я надеюсь на это. Еще вопросы есть, еще задавайте вопросы, вы на самом деле будете выпускать трусы с мерчем? Да, да, вот, вот, знаете, вот сзади трусов, там где жопа, вот при сандалии огромный такой перец, а спереди, спереди лицо, лицо свое приклею, вот прям вот это. Вот, каждый раз, когда будете снимать штаны, я всегда буду рядом с вами, между ногами, лицо мое, вот там будет. Это Костя только что придумал, это не я придумал. Да, 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 еще есть вопросы, задавайте, если у вас есть еще вопросы, можете задавать, а можно пригласить вас на свидание? Это ты мне или это ты этой бабе? Это мне. Слышь, мужик, я в вашем голубом озере не купаюсь, если я вот так разговариваю, это не значит, что я пипидасер такой же, как это, это просто, это, 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 я модельер, понимаешь? Кивни, если понял, кивни, если понял. Понял? Костя, он не понял, тащи ружье, вали отсюда, пипидастр, Костя, вот, похлопаем, похлопаем, похлопаем Костянчику, похлопаем все, похлопаем мне в первую очередь, модельер Эдуардо, Эдуардо, Дольчи, Габардо. Это я только что придумал. Все, всем спасибо, всем спасибо, Костичка, тебе тоже спасибо, может, тикай, тикай с городу, Костичка, тикай. Иди, иди, ищи, штанишки. Ищи, ищи. Боже, боже, как его планета носит, я не знаю, мозгов-то как у Суслика. Спасибо всем, спасибо, что пришли, спасибо, печатайте меня в газетах, да, пишите везде, коллекция скоро выйдет. Всем спасибо, всем спасибо, и да, всем, всем пока. Опа, это фаны, фаны, вы только посмотрите, фаны-то как налетели. Идите сюда, подойдите сюда ближе, да, да, всем пока, всем пока, всем пока. Пацаны, подождите, пожалуйста, сейчас, дайте я нормально себя, вообще, в сознание себя приведу, а то вот с этим модельером, дильером, вообще крыша едет. Что, сфоткаться? Ну, давайте сфоткаемся быстренько, пацаны, давайте. Опа! Кстати, возможно, реально кто-то не знает, но я мерч продаю не только в Майнкрафте, а в реальной жизни у меня тоже есть мерчи. Ну, как вы заметили, я прямо сейчас в нем сижу. И по секрету скажу только тем, только тем, кто прямо сейчас смотрит этот ролик. У меня скоро выйдет новая коллекция на моем сайте. Вот мой сайт, никому только не говори, там уже есть две коллекции одежды. Вот это еще одна секретная, а зайди посмотри. Ссылка на мой магазин есть в описании, нажимай, переходи, возможно, какая-то вещь тебе понравится. И не забывай то, что я лайкаю и говорю огромное спасибо каждому человеку, который купит мой мерч. Неважно что, даже кружку, майку, кофту, мамину маму, хоть что. Это просто так истерально, не знал то, что у меня есть мерч. Все, я выложу в группу ВКонтакте фоточку, поэтому все, всем пока. Я сказал всем пока, ядрик колотить, дайте мне немножко отдохнуть хотя бы. Ёшкина моталка. Дорога, бабзин, Геннадий Гидрович, как тебе там? Не, ну так дела не делаются. Михалыч, я че к Михалычу-то забежал? Вай-фай, вай-фай, мне нужно купить вай-фай. Здорово, тебе тоже здорово, Михалыч. А у меня семь золота, ёханый ты бабай. Один парикмахер, парикмахер, точно парикмахер. Я сейчас забегу к парикмахеру, возьму золото, которое он мне задолжал. Два стака, мы же отсудили в прошлой серии. Потом вернусь к Михалычу, куплю вай-фай и установлю его в ресторан. В ресторане тоже должен быть вай-фай, чтобы клиенты пользовались, чтобы я пользовался, когда мог. Михалыч, мы еще вернемся, сейчас я к парикмахеру быстренько сбегаю. Дело у нас просто, как обычно, по горло. Открытие магазина. Я вообще никак не могу умудриться до сих пор пойти забрать посылку от Кати. А уже пора бы, мне просто даже интересно, что там. Но дел просто завались. Так, я бы ему еще раз булыжник запиндюрил бы в окно, но, мне кажется, хватит, хватит. Здорово, здорово, парикмахер. Че, подготовил деньги? Два стака золотых монет. Да, давай. Есть у тебя? А, вот вижу, вижу. Один стак и второй стак. Все, спасибо большое. В следующий раз будешь знать, как людям жизнь портить. Че, стой. Я и так стою. Тебе-то, может, это... Опять что-то промышляешь здесь. Да, я опять что-то надумал. Сходим в кафе. Помиримся. Ну... Помиримся? В смысле, помиримся? Ты в жизнь-то мне все почти испортил. Ты видишь, что... Я сейчас, конечно, уже не школа трона. Ты видишь, какая у меня щетина? Я как алкаш какой-то. Это реально алкаш. Я был неправ. Это была моя вина. Ну, на самом деле, я погорячился. Два стака золотых монет реально много. Я, наверное, весь бизнес твой укроплю. Ну, постриг ты мне эту бороду, сбил ты мне эти усы. Ну, ей-богу. Ладно, фиг с ними, отрастут. Давай сойдемся на том. Хорошо. В целях профилактики, чтобы ты просто людям тоже жизнь в будущем не портил. Ну, как бы тоже понимаешь. Да, дебил дебилом. На своих ошибках должен учиться. Один стак золотых монет я тебе оставлю на развитие твоего бизнеса. Один стак все же заберу. Хорошо. Ну, ты тоже не обижаешься на меня, но ты тоже должен понять, что у меня происходит, когда весь мой имидж, весь мой стиль пошел по одному месту. Усы, борода. Ты понимаешь, пропуск-то я все же потерял. У тебя-то вот какой пропуск. Сантиметров 10 борода. Прости. Да я-то тебя прощу. Ты меня тоже прости. Я-я не хотел. Ладно, удачи тебе, парикмахер. Еще, может, когда-то в жизни с тобой встретимся, когда пропуск отрастет. Я-я не знаю. Тебе тоже удачи. Давай, парикмахер. Возможно, мы с тобой еще подружимся. Я-я не знаю. Все, давай, удачи. У меня еще дел по горло, поэтому я побежал. Давай. Стой. Может, сходим в бар? Чувак, я не пью. Какой бар? Нет, как вы... Я тебе только что сказал, что давай помиримся. Ну, не так-то резко, а. Сходим в бар. Ты что, думаешь, что мы с тобой кайфанами сейчас станем? Опа, и Костя штаны нашел. Костя штаны нашел. Какой попивку и все. Ну, я запомню то, что ты мне предлагал сходить. Возможно, возможно, парикмахер. Давай. Закрепим дружбу. Да дружбы у нас-то никакой нет. Я тебе говорю про будущее. Ты что тут разнылся? Хватит... Эй, тряпка, соберись! Соберись! И научись стричься нормально. Бороды людям подстригай и усы. Все будет хорошо, парикмахер. Не нуди. Все нормально. Все. Неужели штаны-то нашел? А где они были, а? И вот опять здесь где-то их забыл. И потом голым по городу гулял. Костя, ты дурак? Ты понимаешь, что эти журналюги реально меня потом обвинят? То, что модельер Эдуардо Дольче Габардо со своим подчиненным Константином ходят в ресторане в трусах. Ты реально хочешь, чтобы все подумали, что мы с тобой в голубом озерке купаемся? Один уже там предлагал мне на свиданку сходить. Я надеюсь, ты не такой. Молчишь? Ну, мне остается надеяться, Костя. Все. Малакс! Точно, сейчас, подождите. Все из башки вылетает. Все вылетает из башки. Купить Wi-Fi. Здрасте. Да, здрасте, еще раз. Михалыч, здорово, еще раз. Так, бабки есть, бабки есть. А Wi-Fi куплю. Все нормально. Спасибо большое, Михалыч. До скорых встреч. Здрасте, здрасте. Здорово, здорово всем. Здорово, Костя, здорово. Мы с тобой только что виделись. Так, вот Wi-Fi. Вот так. А у нас здесь посетители. Мелкие, все нормально? Все, все зашибись. Ага. Сейчас я запинюлю куда-то Wi-Fi. Подожди. Ты обслуживай, обслуживай там клиентов. Куда бы мне Wi-Fi запинюлили? Может... Опа. Ну, здесь нормально будет. Че, мелкий, как? Как дела у тебя здесь? Прибыль есть? Опа, 18 золотых монет. Слушай, мелкий... Да дела-то идут вверх. Наверное, зря парикмахеру оставил стак золотых монет. Ну, ну ладно, все, все, все. За счет дружбы я хочу со всеми быть в хороших отношениях. Скоро мы купим и мне машину, а тебе... Я не знаю. Wi-Fi, я тебе Wi-Fi купил. Можешь пользоваться на здоровье. Там, ну, мультики смотри. Там, Маша Медведи, там, фиксики, пипиксики. Пользуйся, пользуйся на здоровье Wi-Fi. Ага, мелкий. Давай, зарабатывай, зарабатывай. Ага, все, удачи. Хороший, малый, хороший. Нравится мне. Костя, охраняй малого. За его голову отвечаешь своей головой. Чтоб все было под контролем. А я пошел в банк. Мне нужно заплатить за коммунальные услуги. Реально, у меня и дом заберут, и ресторан заберут. Мне нужно было заплатить вот полнедели назад. В банк Охранник Степа Выгони этих детей отсюда Им еще нет 18 Прикинь, кредит хотят взять Конечно, банкир Я заплатил за коммунальные услуги У меня 19 золотых монет Плюс 4 золотые монеты 23 математик высшего 26 золотых Это за ролик с бородой Где я говорил, что по роду мне сбрили Дебилы Так, 23 золотые монеты мне нужно отдать Раз, два, три Еще три заработал Ага, вот это тоже забери себе Коммунальные услуги Все, спасибо, банкир, давай До встречи И все по тебе тоже, давай Пока Да, здравствуйте Здравствуйте, я давно с вами хотел познакомиться Здравствуйте, а я не хотел с вами познакомиться Я президент этого города Подождите, подождите Ни-ни-ни-ничего не понял Что? Вы президент этого А пушки обязательно, чтобы у вас Ваши охраны были Уберите пушки Меня зовут Григорий Тушканский Вы президент этого города, Григорий Тушканский Тушканский это типа Склонение к тушенке Или к тушканчику К животному Куда ваша фамилия склоняется? Тут Тушканчик или Тушенка? Гриша Я с вами не шутки шутить пришел Ну, понятно Ага А президент Ну, президент Сейчас, подождите, я успокоюсь А президент Президент города Вообще там мэр называется Не президент Гриша Тушканчик Григорий Тушканский Тушканский Ну, я президент Ага То есть у всех людей Как все нормально Да, в городе мэр А вы в городе президент Все понятно с вами А что? Извините, пожалуйста Что я с вами так резко начал обращаться? У меня для вас серьезное предложение Какое? Разрешите поинтересоваться Вы как бы меня отпустите, пожалуйста, президент Очень серьезное Да, у меня тоже там очень серьезное Костя штаны потерял Штаны Костя потерял Мне нужно бежать У него там проблемы Я давно вас искал А я вас, к сожалению, нет Поэтому, ну, давай До встречи Баллотируйтесь, президенты Уже не города Уже траки планеты тогда Да Всего чего только угодно Галактики, но только не страны Да, у вас все как не у людей В общем, Григорий Тушканчик Тушенка Тушкент Ташкент Как? Если откажешься На расстрел Все, шутки шутить не буду Если я откажусь от вашего предложения То на расстрел Да А вот с этого момента давайте Поподробней Григорий Тушканчик Вот я влип Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok